Очистные для ливневых стоков городов Чебоксара и Новочебоксарска построят в рамках нацпроекта «Экология» до 2024 года. Об этом рассказали сегодня на седании коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии. Об этом и других темах Юлия Важенина. Тема первая. Создаваться самообращение с твердыми коммунальными отходами в республике начали одними из первых. Появился новый полигон, где везется первичная сортировка. Вот только по мнению специалистов он не решает вопрос комплексно. Надо двигаться дальше, развивать переработку отсортированных коммунальных отходов для того, чтобы повторно их использовать. Во многих странах уже существуют специальные производства. У нас тоже нужно запускать эту систему стимулирования. По оценкам многих экспертов, почему не занимаются? Потому что продукция, которая получена из вторсырья, она дороже, чем та, которая получена из первичного сырья. Но, чтобы продукция была конкурентоспособна, нужно просто создать специальные условия. И тогда это будет интересным предпринимателям. Еще одна тема. Отсутствие современных очистных сооружений негативно сказывается на качестве воды. Чтобы исправить ситуацию, разрабатываются мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги». В рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» из 19 по 24 год запланировано строительство 13 очистных сооружений. Из 13 очистных сооружений зелень – это очистные сооружения по очистке поверхностных стоящих воды с территории города Чапасада и Ночи-Пасада. Также будет предпринимателем строительство биологических сооружений этого Волга, поселок распланировано строительство Волга и Ночи-Пасадского района. По итогам реализации мероприятия регионального проекта «Оздоровление Волги» из 19 по 24 год запланировано строительство 13 очистных сооружений. У нас есть нацпроект «Экология». В рамках его есть федеральная программа «Сохранение лесов». В целевых показателях этой федеральной программы леса должны быть восстановлены к 2024 году. То есть стопроцентное восстановление лесов и уже не должно быть территорий, не охваченных лесовосстановительными работами. Ежегодно осенью в нашей стране проходит всероссийская акция «Сохраним лес». Уже несколько лет на местах лесных пожаров 2010 года в районе поселка Северный в Заволжье массово сажают деревья. За это время расчистили горельники и восстановили леса на общей площади около 6 тысяч гектаров. Вообще в рамках нацпроекта «Экология» предстоит большой объем работы. В Чувашии создан хороший задел на будущее. Кстати, во многом благодаря Ивану Исаеву, который руководил ведомством с 2010 по 2015 годы. Юлия Важенина, Маргарита Мельникова, Валерий Резюков, Республика.